Здравствуйте, дорогие друзья! Всем ктива, выхатима, това! Уже в пятницу вечером начинается Роша Шана, субботы, воскресенье будут два великих дня, дня суда. Начнется 5781 год от сотворения мира. Итак, говорят нам наши мудрецы, написано в Торе, что молитва очень сильно помогает получить хороший приговор, получить хороший год. Давайте немножко выучим важный закон про молитву. Итак, в Роша Шана мы с вами будем читать эпизод, как первый сын Авраама, Ишмаэль, очень был сильно болен, и он уже умирает, и молится Всевышнему и говорит, Всевышний, дай мне жизнь. Рядом с ним молится его мама, которая немножко отошла от него, потому что говорят мудрецы, что он хотел ее убить. Вот такой вот был Ишмаэль, готов был даже родную маму убить. Она от него отходит и тоже молится Всевышний, дай, пожалуйста, моему сыну жизнь. Давайте посмотрим, сравним, чья же молитва должна быть сильнее мальчика Ишмаэля, которого Авраам выгоняет из дома, потому что он идолопоклонник, он убийца и так далее. Просто ужасный, ужасный человек. Его нужно необходимо выгнать, хотя Аврааму это было ужасно тяжело родного сына выгнать. Но не оставалось выбора. Такого мальчика в доме не оставляют. И этот мальчик молится за себя, дай мне жизнь. Или молитва его мамы, великая пророчица. Она жила у Авраамы 14 лет. Она достигла огромных-огромных духовных высот. Чья же молитва сильнее? Чью молитву Всевышний принимает? Написано, что Тора говорит, что Всевышний принял молитву Ишмаэля. И он спас Ишмаэля благодаря его молитве, а не молитве его мамы. И здесь пишет Раши, отсюда мы видим, что когда ребенок молится за себя, не только ребенок, когда больной молится за себя, мы видим, что молитва больного за себя сильнее, чем молитва других про этого больного. Даже в таком случае, когда эти вот другие, это мама, которая вау, мама пророк, мама праведница, ее молитва слабее, чем молитва больного самого за себя, даже если этот больной ужасно-ужасный грешник. Почему? Потому что молитва больного за себя, потому что молитва, когда мне что-то надо и я молюсь, это самая искренняя молитва. Этот Ишмаэль, он понимал, что он умирает, ему было так больно, он так был напуган, и его молитва Всевышний спаси меня была максимально искренне, насколько это может быть. И поэтому его молитва была сильнее молитвы даже его мамы Великой Праведницы. Потому что когда молитва искренняя и настоящая, а это может быть только молитва за самого меня, за себя, потому что я чувствую эту боль, эта молитва сильнее других молитв. Поэтому нам всегда рекомендуют мудрецы не забывать молиться за себя. За других тоже нужно молиться. Но велика молитва больного за себя больше, чем молитва других за этого больного. И это очень важное правило. Где мы еще встречаем этот закон? Мы его встречаем в праздник Суккот зимой. Написано, что первосвященник в Йом-Кипур, он молился короткую молитву при выходе из Святая Святых. Самый святой человек, первосвященник, в самом святом месте Святая Святых, в самое святое время в Йом-Кипур молился молитву, чтобы Всевышний не слушал молитву путников, тех, кто находится в пути, о том, чтобы не было дождя. О чем мы здесь говорим? Что зимой в Израиле очень нужен дождь. Без дождя в Израиле никак. Это определение страны Израиля, так написано в Торе, что она живет дождем. Теперь, весь народ, когда приходит сезон дождей, понятно, молится о дожде. Но есть такие люди, путники, они находятся в дороге из города в город, и им очень сложно перемещаться из города в город, из точки А в точку Б, по дождем. И они говорят, Всевышний, подожди немножко, не давай дождя. И что? У нас есть там, допустим, 100 путников находятся в дороге, они молятся Всевышний, не давай дождь. И миллионы людей молятся, дай нам дождь, у нас поля, нам нужен урожай. Чья молитва сильнее? Сказано, что молитва этих путников намного сильнее. И поэтому первосвященник должен помолиться отдельно за этот аспект святая святых, чтобы Бог не слушал этих путников, потому что их молитва чрезвычайно сильная. Почему? Потому что когда мы молимся сами за себя, это 100% искренняя молитва, и она очень-очень сильная. Этот путник идет под дождем, под ливнем, ему так больно и неприятно. И он говорит, Всевышний, мне больно и неприятно, подожди с дождем. Всевышний такую молитву услышит, несмотря на то, что миллионы людей в этот же момент молятся о дожде. Потому что вот этому человеку больно, он молится за себя, и его молитва намного сильнее. Поэтому молитва первосвященника перекрывает его молитву в святая святых. И еще раз давайте запомним это правило, которое мы учим из путников, которое мы учим из Ишмаэля. Когда человек молится за себя, и он понимает свою боль, и эта молитва максимально искренняя, она намного сильнее, чем молитва других за него самого. Поэтому не забываем молиться за себя, обязательно молимся за других, и дай нам Бог всем шана това умитука. Спасибо огромное за внимание.